Находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств, рассчитывает на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа. Кремлевские пропагандисты Например, в 2007-2008 годах Международный Республиканский институт на деньги Госдепа привозил на съезды Единой России представителей Американской Республиканской партии, оплачивая им билеты. Этот съезд частично финансировался Соединенными Штатами. Косачев попросил, чтобы американская делегация приехала на этот съезд и попросил, чтобы американский бюджет заплатил за эту поездку. В 2010 году за счет средств Госдепа прошли дебаты в пяти российских регионах. Одним из организаторов был Игорь Чересиц, замначальника отдела Гетпропа Единой России. Во всех дебатах принимали участие представители партии Путина. За каждое мероприятие «Единороссу через СИЗУ» было выплачено по 15 тысяч рублей от Госдепа. Меня зовут Вера Пронькина. Я уже два года возглавляю партийный проект «Федеральный кадровый резерв профессиональной команды страны». Член Единой России Пронькина несколько лет получала деньги для своего НКО от Международного республиканского института, финансируемого Госдепом. Участвовала в нескольких конференциях. Только на один авиаперелет в мае 2010 года ей и ее коллеги по партии Юлии Ильковенко американцы выделили больше 40 тысяч рублей. В течение шести лет американский бюджет через Международный республиканский институт софинансировал и организовывал политологический форум в Форосе, руководит которым известный пропагандист-ядроссовец Сергей Марков. Я провожу форум в Форосе с 1998 года. Молодец. С тех пор я провел их около 30. Получать деньги от американцев для Маркова не впервой. В 90-е годы он работал в Национальном демократическом институте, который финансируется все тем же Госдепом США. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете в Спаса-хаусе? Шакалите? Музыку пришел слушать посол США Майкл Маккол, мой старый очень друг. Одним из крупнейших получателей американских денег является Торгово-промышленная палата Чечни. Руководит ею сторонник партии «Единая Россия» и член Путинского фронта Нурбек Адаев. Именно он в январе 2011 года подписал соглашение, в соответствии с которым Госдеп выделяет палате 4 миллиона 200 тысяч рублей. В мае прошлого года путинский фронтовик Адаев даже прошел недельный инструктаж в Вашингтоне. Имеется это значение, получили ли деньги от Госдепа или от нашей какой-то российской структуры. Народная мудрость гласит, кто платит, тот и заказывает мусор. Субтитры создавал DimaTorzok